Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ровно две недели не было никаких выпусков, путешествий. Как-то взял я небольшой перерывчик, но в буквальном смысле я очень-очень соскучился сам по съемкам и своим видео Space Engine. Я знаю, вы тоже долго ждали, скучали. Ну что же, ребята, мне многие советовали в комментариях под прошлым видео Sky попутешествуй по каким-нибудь планетам за границей нашей галактики Млечный Путь. То есть на ее краю. Найди какие-нибудь планеты, приземлись на поверхность и просто рассмотри дневное и ночное небо на этих планетах. Ну, найди что-то более-менее жизнеподобное. И, в принципе, мы сегодня с вами это сделаем, но это будет немножко неординарный такой выпуск. Я вам покажу небольшие секретики, небольшие моды, которыми я пользуюсь при съемках видео. Потому что множество людей также меня часто спрашивает. Sky, покажи, расскажи про моды, как ты вставляешь их и все прочее. Если что, ребята, ссылка, ну не то чтобы ссылка, YouTube ругается, когда вставляешь ссылки под видео. Названия будут все в описаниях под видео, названия модов. Вот. Ну что же, господа, давайте отправимся на край нашей галактики Млечный Путь. Улетаем от нашей планеты Земля, набираем скорость, и вскоре наша звезда Солнца станет маленькой точкой на горизонте. Отправляемся в далекое путешествие на край галактики. Невероятно, сколько здесь звезд. Интересно, сколько выпусков мне еще придется выпустить, чтобы я изучил каждую из этих звезд. Вот пишите в комментариях число. Сколько вообще выпусков по Space Engine на нашем канале еще будет? Ваше число. Так, ну что ж, мы на краю. Я думаю, вот здесь примерно нам нужно будет остановиться. Даже, скорее всего, поближе к центру. Ближе к центру, но на край. Примерно вот так. И вот в этом месте давайте попробуем теперь найти какую-нибудь планету и опуститься на ее поверхность и разглядим ночные и дневные пейзажи. Ну что же, ребята, что-то более-менее нам подходящее на это видео я нашел. Вот такая планета горячая пустынная Терра, RS-8496. Находится рядом со звездой, которая является голубым сверхгигантом. Примечательно тем, что у планеты есть 9 лун. И довольно-таки некоторые из них очень большие. Но не суть. Самое интересное то, что в принципе с этой планеты можно увидеть шаровое скопление М30. И отсюда также нам можно запечатлеть прекрасные хорошие виды на нашу галактику Млечный Путь. Ну что же, давайте прямиком опустимся на поверхность. На поверхности планеты 393 градуса по Цельсию. Атмосферное давление очень низкое. Что-то более похожее на Венеру. Так, главное выбрать нормальный ракурс. Подождите, давайте посмотрим вообще вращение планеты. По-моему, вращается она немножко неправильно. Да, планета, по-моему, лежит на боку. Что-то более похоже, как будто планета лежит на боку. Как уран, да, по-моему. Так, ну что же, давайте ставим на паузу и тогда, в принципе, где-нибудь вот в этой горной местности, здесь даже пустыни какие-то пески, я не знаю, вот здесь можно опуститься на поверхность. Примерно вот так. Только я хочу еще найти какие-нибудь скалы. Вот, вот здесь будет идеальным. Сейчас вы узнаете, почему я так хочу сделать. Потому что нам откроется вот такое великолепие пейзажа. Голубой сверхгигант, луны. Так, ну, на дневном небе это даже, наверное, скорее всего, утро. Включим тайминг. Так, смотрите, как прекрасно смотрятся две луны. Три луны даже. Четыре, пять, ш... А это планеты? Да, это планеты. Четыре, четвертая луна. Так, ну что же, хорошо. Давайте сейчас по-быстрому промотаем время. Я хочу посмотреть ночь на этой планете. Вот она, вся та большая пучина. В которой находится множество, множество различных интересных и красивых объектов. И где-то, скажу так, ребята... Так, это у нас центр нашей галактики. А мы находимся в рукаве Ориона. То есть, грубо говоря, наша планета Земля где-то вот здесь. Представляете, если стоять на этой планете, всматриваться... Такое огромное озеро. И даже не знать, что вот там... Или знать. Там находится планета Земля, на которой есть живые организмы. Мы с вами. Мне интересно, отсюда будет видно М-30? Так, большое Магелланово облако. Галактика Андромеда и, скорее всего, треугольник. Совершенно верно. Да, мне кажется, я бы здесь простоял бы всю вечность. Находился я бы на поверхности данной планеты. Представляете, насколько близко здесь, к этой планете, находится Магелланово облако. Если, в принципе, с Земли их видно в южном полушарии планеты, как маленькие пятнышки, да, то на этой планете, скорее всего, вот так бы мы и видели Магелланово облако. Так, ну что же, давайте теперь приступим, наверное, к самому вкусному. Многие спрашивают. Скай, а... Как ты находишь планеты, на которых есть растительность? Ребят, ну, если вы что-то где-то когда-то упустили, хорошо. Ну, это всего лишь мод. Но, на мой взгляд, очень интересный мод. И, кстати, по нему у меня есть видео в плейлистах Space Engine. Также ссылочка будет в описании. Скажу так, что эти моды придают в игре Space Engine какую-то атмосферу, оживляют ее. Поэтому мы заходим в наши моды. Мессенджер кораблей. Ставятся они как корабли. Здесь нужно найти, по-моему, Near Future. Нет, Ground Futures. Вот. Это даже вот в этом моде недавно появилась трава. Можно размещать траву. Сейчас давайте посмотрим, в принципе, как она будет выглядеть. Есть камни, есть деревья. Достаточно много различных деревьев. Также есть инопланетные какие-то деревья. Вода. Ух ты. Вот этого я еще не застал. Water Plane. Почему бы нам это не поставить? Только мне интересно, где она заспавнится, так сказать. Да? На небе, что ли? Так, останавливаем время. Упс. Это кусочек воды, да? Кусочек воды, который заспавнился на небе. Ну что ж, хорошо. Просто я это впервые как бы вижу, поэтому не судите сейчас меня строго. Мы это все на дневном небе с вами посмотрим. Давайте обратно опустимся на поверхность. Где наш склон, где мы с вами стояли. Вот он. Так, останавливаем время и запускаем деревья. Так, это камни. Это все камни. А вот деревья. Инопланетные деревья. Мертвые деревья. Red leaves tree. Окей. Вот так мы его ставим. И в принципе оно само опускается. То есть запускаете игру. И оно автоматом ставится на поверхность. Смотря как ваша камера будет направлена на горизонт, так дерево и поставится. То есть если ваша камера наклонена чуть вбок, дерево встанет наискосок. Так что старайтесь как-то вот на поверхность горизонтально четко опускаться. Snow pine tree. Всем знакомая, по-моему, береза. Или что-то подобное. Похожее на ольху. Я не знаю. Также есть здесь и сосны, по-моему. Мертвые деревья. Летние деревья. Зимние деревья. Snow pine tree. Вот оно. Можно еще разместить сюда, так знаете, можно какой-нибудь камень. Небольшой камушек кинуть. Который опустится на поверхность. И довольно-таки также придаёт атмосфере игре. Так. Rock HQ 2. Grass. Так. Это у нас трава. Давайте разместим её. Ну, по-моему, она, грубо говоря, упала на небо вроде как. А нет, посмотрите. Вот она опустилась на поверхность. Ох, трава проработана достаточно классно. Я смотрю. В принципе, даже очень хорошо. Так. Давайте поставим игру на паузе. Но скажу так, что все эти объекты, ребят, прожирают ваш FPS. И видите, как у меня даже сейчас на моем хорошем ПК страдает. Это оптимизация просто вообще нереально сейчас выглядит. Так. Ну что же. Давайте попробуем приблизиться к этим объектам. Такс. Ну вот почему разработчики не добавят всего вот этого прямо-таки на те планеты, которые можно найти, планеты с жизнью. Ведь опустись мы и найди такую планету, смотрелось бы это всё настолько классно, правдоподобно, нереально здорово. Представляешь, наблюдать какие-то объекты с планеты, даже стоя вот сейчас на этой планете, да, и наблюдать Млечный Путь. Давайте я, наверное, траву сейчас всё-таки уберу. Она очень жрёт FPS. Мотерплейн мы уничтожим. Он тоже так же нам мешает. Так. Грасс. Уничтожаем. И всё. В принципе, с FPS всё нормально, да. Я вижу. Вот такой, в принципе, шикарный вид здесь открывается на этой планете. На Млечный Путь. Я даже сейчас, наверное, сделаю скрин. Вот так вот, наверное. Невероятно. Это просто обалденно выглядит. Очень классно. Можно ещё вот здесь скрин сделать. Вот так. Ну что же, давайте представим, что мы на планете, где находятся различные биомы, растения. Возможно, такие же какие-то существа, похожие на нас. И посмотрим на смену дня и ночи. Просто через лес. Это, по-моему, была глубокая ночь. Субтитры создавал DimaTorzok Можно даже тайминг, наверное, немножко замедлить. Вот так вот мы сделаем. Невероятно шикарно. Так, ну что же. Хорошо. Надеюсь, на первый вопрос я вам ответил. Многие меня ещё также спрашивали, Скай, а ты делал некоторые видео... Так, сейчас отдалюсь подальше. Ты делал некоторые видео, где ты планету Земля расставлял где-то там... Как ты её ставил в других мирах, в других даже галактиках, рядом с другими объектами. Ты их размещал. Также, ну, повторюсь, все ссылочки будут в описании. Есть такая интересная моделька Mode Scale Models Solar System. Здесь есть звезда Бетельгейзе, которую можно благополучно вот так поставить. Ну, выглядит она немножко по-уродски. Но есть планета Земля. К сожалению, на неё опуститься нельзя. Есть Юпитер. Юпитер, кстати, очень хорошо сделан. Моделька красивая и интересная. Шикарно выглядит красное пятно. Есть Нептун. Также есть модель нашего Солнца. Вот такая небольшая солнечная система у нас получилась. Посмотрите. Где-то вдалеке, да? От того места, где вообще наша система солнечная настоящая расположена в рукаве Ориона. А сейчас она расположена где-то на краю галактики. Так-с. Ну что же, давайте попробуем, в принципе, наверное, перелететь в шаровое скопление М-30 и оттуда понаблюдать также на красивые виды. Мы те же моды все поставим с вами. Расположим деревья. И посмотрим на ночное небо. Нашёл я более-менее похожую планету на нашу. Здесь, в принципе, даже есть кислород вроде как и есть вода. Ну что же, я уже расставил деревья. И сейчас нам нужно немножко подзамедлить ход. Чувствуется какая-то осмическая... Сейсмическая, простите, активность на планете. И мы прямиком умчались в шар в ископлении М-30. Дневное небо здесь достаточно яркое. Это даже закат, но всё равно здесь очень ярко, даже днём. Я только что это протестировал. Давайте сейчас, наверное, ускорим время. Вот, пожалуйста, это у нас, то есть, получается, рассвет. День даже. Утро. Но посмотрите, сколько звёзд мы видим на дневном небе. Невероятно. Сквозь деревья проходят лучи данной звезды. Смотрится очень классно. Давайте дождёмся, наверное, заката. Захода звезды. Обратили внимание, да? Где встаёт солнце и где оно садится. Так. Ну что же. Это ночное небо, но здесь, я так понимаю, мы просто с вами опустились на Северный полюс, скорее всего. Здесь белая ночь. И вот наша галактика Млечный путь. Проглядывается сквозь всю эту тернию звёзд. Сквозь эту пучину, огромную пучину звёзд. Кстати, да, вот здесь, на этом холме мы видим очень большой горный такой массив, ландшафт. Почему же разработчик не может просто, как я выразился раньше, добавить всё это великолепие в данный симулятор? Да, конечно бы он весил достаточно больше, прожирал бы, скорее всего, фпс, но если его оптимизировать, то симулятор был бы в сто раз красивее и интереснее. Нет, симулятор, я считаю, сам по себе как очень классный. Ну что же, друзья, давайте на этом, наверное, завершим наше путешествие в мире Space Engine, в котором я ответил на ваши некоторые вопросы, и мы посмотрели на яркие, красивые пейзажи ночные с других планет на нашу галактику Млечный путь. Ну что же, не забывай ставить большой пальчик вверх, подписываться на канал, сжать колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия в мире Space Engine. И помните, друзья, что космос и Вселенная бесконечны, и наше путешествие только начинается. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok